На Россию в 2020-2022 годах активно вмешивались выборы как минимум в 9 странах. Еще в 17 усилия Кремля были менее ярко выраженными. Об этом говорится в докладе разведки США. Информацию официально разослали в посольство США в более чем 100 странах Америки, Европы, Азии и Африки для того, чтобы послы на местах ознакомили с данными местное правительство. Разведка штатов предупреждает, что Россия использует шпионов в социальные сети и российские государственные СМИ для подрыва веры общества в честность демократических выборов во всем мире. Причем в Кремле такие методы считают довольно действенными. Наши данные показывают, что высокопоставленные российские правительственные чиновники, в том числе и в Кремле, видят ценность в таких операциях по оказанию влияния и считают их эффективными. Из доклада Центрального разведывательного управления США. По данным американской разведки, с 2014 года Россия тайно потратила более 300 миллионов долларов, чтобы попытаться повлиять на политиков и других официальных лиц в более чем двух десятках стран. Хилари Клинтон заявила, что россияне оказались достаточно искусными в вопросе вмешательства в выборы. Если у Путина будет шанс повлиять на голосование в США в следующем 2024 году, то он обязательно это сделает. Об этом госпожа Клинтон сказала в эфире американского телеканала МСНБС. Бывший госсекретарь США и соперница Трампа на выборах в 2016 году Хилари Клинтон уверена, что в США недооценивают проблему и мало говорят о вмешательстве России в национальные выборы. Она предупредила, что фашизм и авторитаризм могут расти в США и призвала избирателей отвергнуть такое мышление. Часть проблемы заключается в том, чтобы продолжать объяснять американской общественности, что вы знаете, какой лидер Путин. Это авторитарный диктатор, который буквально убивает свою оппозицию, убивает журналистов, отравляет людей, которые с ним не согласны, вторгается в другие страны, вмешивается в наши выборы. Хилари Клинтон, государственный секретарь США, 2009-2013 года, в эфире телеканала МСНБС. Добавлю, что глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин признавал свое вмешательство в американские выборы, говорил, что, цитирую, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Конец цитаты. Пресс-секретарь государственного департамента США Нед Прайс тогда назвал это наглым признанием и проявлением безнаказанности не только Пригожина, но и высшего руководства России. В США убеждены, что Пригожин не стал бы такой заявлять без одобрения Кремля. В то же время американские спецслужбы установили факты причастности агентства интернет-расследований, так называемых исследований, вмешательства в избирательную кампанию 2016 года в Соединенных Штатах Америки. Это агентство финансировалось кампанией, владельцем которой был господин Пригожин. Известное агентство, которое называется Фабрика Трой.